всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду путешествие по испании продолжается итак день 2 мы добрались до глобального просто замка он у меня за спиной сейчас пройдем внутри все вам покажу есть она спустят вовнутрь тут странный глобус на нем можно опознать ахнику можно опознать евразию но о чудо совсем нет америки быть может этот глобус изображает землю вернее представление о материках до путешествия колумба не знаю у меня за спиной базилика со странным названием это одновременно и базилик и кафедральный собор называется кафедральный собор базилика святой богородицы я внутри с телефона поснимал потому что камерой пользоваться запрещено телефонами кстати тоже пользоваться запрещено поэтому качество будет не очень если вы были хотя бы в одном большом кафедральном соборе я считаю что вы были практически во всех все они примерно одинаковые внутреннее убранство впечатляет он очень большой очень помпезный глобальный но мне более интересно сооружение снаружи именно как архитектурное сооружение это конечно глобальная штука закончил было строительство 1861 году говорит нам википедия это один из самых больших храмов испании в стиле барокко и крупнейший храм в сарагосе базилик посвящена деве марии и названа в ее честь вернее названа в честью предполагаемого появления в этих местах в сороковом году нашей эры считается кстати первый в истории святыней ей посвященный первое христианское освятилище на этом месте возникло еще во втором веке нашей эры и долгое время представлялось себя просто часовню церковь на этом месте построили только в двенадцатом веке когда город от мусульман освободили в начале пятнадцатого века она сгорела и вот это современное здание было построено уже между семнадцатым и девятнадцатым веком а последний башни вообще достраивали аж двадцатом итак мы в первый попавший ресторан зашли чтобы пообедать это меню дель диа как вы увидели везде это значит по сути комплексный обед этот комплексный обед по цене включает себя бутылку вина от которой мы отказались я не люблю вино взял пиво вместо этого чудо тут на тарелках вкусный или нет не знаю попробуем все сообщу итак нам принесли салат цезарь хочу хочу сказать что это конечно никакого отношения к тому настоящему салат цезарь не имеет потому что в том были салатные листья и соус цезарь и сухарики здесь кроме салатных листьев здесь не салат а избирка вообще помешание на чего угодно есть соус есть сухарики кроме этого навалили еще курицы видите обжаренный панированный еще по моему здесь бекон обжаренный лежит помидорки короче полный набор такой слегка скажем так странный салат вкусненький обскал ну какой-то но не цезарь поездки удобно на мой взгляд твое мнение когда я готовлю салат цезарь то я не панирую курицу но мне понравилось это курица когда не панировали панировали сухарики тут но можно они покупные я думаю что лучше свои делать и так мне принесли пареяду на пареяда это данный случай пареяда декарта то есть пареяда мясная это мясо приготовлено на паре и паре это сковорода решетка то есть поджаренное мясо здесь колбаска вот такая колбаска она она очень приятная очень ярко через чур пряная мне такая не нравится здесь по моему свинина поджаренная конечно никакой крови ничего просто более-менее нормально поджаренная есть барань на кусочек и такой шашлычок маленький на палочке по моему индейка неплохо то есть для обеда без изысков то есть для по сути забежать поесть на мой взгляд неплохо и картошечка печеная такая поджаренная хорошо так а я слово передаю коллеги мое мнение гордон блю но тут хамон и пармезан пармезан я люблю и хамон тоже тут панированная не знаю по моему это курица или индейка но я считаю что на кулинарной пропаганде это сделал были лучше рекламу кулинарной пропаганды полный рост мясо как мясо тут похоже котлета на кости шашлык индейка потому что типа мясо красное но мягкое здесь здесь оно какое-то сероватое впечатление мясо как мясо так ну и десерт который входил тоже в стоимость комплексного обеда я заказал тирамису со сливками коллега заказал мороженое притащили какие-то мороженое упаковки вот второй коллега он сейчас тоже скажет свое мнение а я скажу свое мнение по поводу тирамису попробуй его сначала конечно нет вы знаете это совсем простенько в рамках комплексного обеда более-менее нормально но это не то для чего стоило бы в принципе заказывать отдельно я такой штуку не заказал такое мое мнение мороженое на вкусное посоветовал бы но при этом не знаю это не шарики мне больше по вкусу как эскимо эскимо мне сильно нравится этот такой прямоугольник кусок да и так мороженое как мороженое но эскимо мне нравится поэтому я для меня это там за и того счет меню лидия на пятерых 62 90 мы отказались от вина она все равно включена стоимость и взяли два пива и так мое впечатление это неплохой ресторанчик для дневного обеда без изысков то есть вы пришли быстренько пообедали вас не отравят это не могу сказать что прямо очень вкусно но вполне съедобно к посещению дневному рекомендую что касается вечера не знают надо смотреть и заказывать уже не меню люди а-ля карта то есть из из карт так скажем как-то так а сейчас я нахожусь в аквариуме пресноводных рыб кругом стекло вода за которой плавают огромное количество разные рыбы причем на место пресноводная но на мой взгляд в пресной воде такая не должна водиться я опять не хорю лист и вы ничего не понимаю но есть такая разнообразная и главное крупные вы увидите и щук огромных по 2 метра в длину и в диаметре наверное ну сантиметров 40 где-то ужас такой воде встретишь сразу выскочишь из него короче крутое место и 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 томат и и и это и и и и и и и разное мясо из говядина курятина еще кого-то запомнил здесь крокета соусом а это называется чупа-чупс из чего чупа-чупс ягнятина и сыра голубого гиганзовый так пробую мидбол вкусный здесь по моему с карри соусом тесненьким классно так 2 пробуем приходит мне это нравится пиццу все разное класс это это гёзы пельмени а это слава граждане хлеб слава грамм так ракеты из юки с мясом каким-то пробуем вы извините за такое качество съемки потому что очень мало места и слова народа еще и чувствую попробую потом продублировать все эти свои разговоры титрами но нет это просто как себя неплохой но не такой вот это смешает их так ну и такой-то послужим пробую это на хлебе подпеченные шампиньоны помидоры и дикон по-моему выглядит симпатично вкусно слушайте это классная мята я не держался тоже герстон казалось надо попробовать и такое такая штука прикольно ну ты готовый ваш уже приготовлен прежде чем запечатать тесто и соус такой сладко кислый прикольная штука утащил у сына кусок стейка красного это тоже тапас обалдеть все как я люблю это суши из мороженого с горячим шоколадом мороженое виде суши здесь сверху мармелад клубничный снизу черный бисквит шоколадный и тут какой-то мусс крем вкусно короче говоря нет не мороженка это на пятерых человек с двумя пивами короче друзья это классное место мне очень понравилось очень разнообразные тапасы это близко не те тапасы которые можно поесть в близкой к месту моего проживания дэни или в хаби мы нашли это место глядя в туристический гид там было написано что есть три района в городе где сосредоточены тапас бары очень интересные пришли сюда наугад и абсолютно не разочарованы очень классно читайте туристические гиды можно найти очень приятные места ночная сарагостство выглядит вообще потрясающе в ней уже не жарко такая легкая не сказать прохлада но просто теплый воздух ночной толпы гуляющего народа и в центре и в маленьких параулках короче это классно очень приятное место очень советую сюда приехать а и у и у у у у у у у Субтитры подогнал «Симон»